Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшений. Я знаю, что вы их очень любите и многие-многие меня спрашивают, когда-когда же. И вот снова сегодня видео об украшениях. И вот такая вот кучка, которую я вам показываю для начала. То, что мы будем сегодня рассматривать. Я надеюсь, что я так немножко это всё прикрыла, чтобы это не было очень детально. И для тех, кто у меня на канале первый раз, я живу в Канаде. Я очень увлекаюсь винтажными украшениями. Но здесь не только винтажные, в общем, всякие разные. Покупаю их в наших секондах. Кроме видео об украшениях, у меня есть видео об обзоре магазинов, примерке, красивые аутфиты и так далее. В общем, ну и немножко болталки иногда. Всё, давайте приступим и будем рассматривать подробно. Так, ну что ж, давайте начнём с самых простых и неказистых вещей, так скажем. Ну, у меня нету неказистых вещей. У меня все вещи очень казистые. Как всегда у нас какой-то шум на улице. Сейчас, наверное, закрою окно, потому что очень шумит минак. Ну, вот так получше будет. Знаете, такие смешные бусы. Я не знаю, почему я их купила. Мне они понравились просто своей вот какой-то... Просто даже не знаю, может, это какая-то самоделка. Видите, они у меня тут все-все перезапутались. Ага, вот так. Не обращайте внимания, это у меня... Занималась рукоблудством и поранила себе палец. Не в прямом смысле рукоблудством. Не поймите меня. Превратно. Занималась всякими работами домашними. Короче, значит, стоили они 6 долларов. Немало. Ну, то, что у нас такие цены, я уже не буду повторять в каждом видео. Вы же знаете. Что-то меня в них привлекло. Маркировок никаких нету, но очень интересные элементы. Вот такая бусина. Потом вот такие вот металлические элементы. То есть их очень много. Они все разные. Вот здесь такая застежка. Прикольная. И они все, посмотрите, все разные. И они все не совпадают. Это навело меня на мысль, что, возможно, это какая-то хендмейдж. Что-то сделанное руками в единственном экземпляре. Вот, посмотрите, какая красивая бусина. Потому что, ну, все бусины совершенно разнообразные. Видите, почти ничего не повторяется. Потом вдруг вот, хоп, вот такая вот металлическая, как будто бы конструкция. Просто бусина. Бусина под жемчуг, обмотанная проволокой. Вот такая вот штука, спираль металлическая. Вот такая бусина. В общем, как вы видите, бусы интересные, необычные. И даже не знаю, если честно, представлять ли они какую-то ценность. Но мне они вот именно понравились. Необычностью, разнообразием деталей. Я вот люблю такие необычные, странные вещи. Ничего я не нашла. Хотя в моем представлении это что-то должно было бы быть. Такое, знаете, дизайнерская придумка. Или вот кто-то сделал своими руками. Но я не думаю. Потому что обычно вот эти вот элементы плоские, металлические, наводят меня на мысль, что это не просто хендмейд. Не кто-то пошел, купил разных бусин и слепил их. Вот что-то в них есть такое, что меня наводит на мысль, что они сделаны какой-то мастерской, возможно, ювелирной. Не думаю, что это масс-продакшн. Я думаю, что это какое-то вот единоразовое производство. Какого-то умельца или умелица. Но вот этим они меня и купили. Что, скорее всего, они сделаны в единственном экземпляре. Следующим украшением у нас идет такой набор. Тоже современный, я думаю. Хотя я предполагаю, что это, возможно, и какие-то 70-е или 80-е. Так, у меня все запуталось. Вижу я плохо, что у меня здесь происходит. Вот так. Значит, продавалось оно отдельно. Не набором. Продавалось отдельно, как колье и серьги. Колье стоило 8 и серьги 7. Не дешево. Но мне оно очень понравилось. Опять же, маркировок никаких нет. Но вы знаете, я не могу сказать, что меня уж так привлекло в нем. Видите, хорошая такая застежка на серьгах. Серьгах, серьгах. Как правильно говорить? Во-первых, застежка на серьгах, серьгах. Серьгах обычно такие застежки в очень дешевых изделиях не делаются. Как правило, все-таки вот эта застежка, она принадлежит к более каким-то качественным товарам. Видите, она так еще здесь заклепана, интересно. Вот такие серьги. И рядышком висела отдельно. Вернее, я сначала нашла колье, оно меня очень привлекло, мое внимание. А потом я нашла серьги, и я подумала, вот комплекты я очень люблю. Прям очень люблю. Я думаю, что все стилисты говорят, что комплекты это фу-фу-фу, это старомодно. Но меня не переделать. Я старомодный человек. Это шутка была. Посмотрите, какое оно интересное. Большие такие пластиковые. Я не сомневаюсь, что это пластик. Большие пластиковые вот эти белые элементы и прозрачные кристаллы. Металл под серебро. Очень интересные здесь какие-то вот переплетения. Не знаю, что-то мне сказала об этом колье, что это не какая-то дешевка и не какая-то, знаете... Не китай, абсолютно точно. Во-первых, оно действительно старенькое. Здесь, видите, вот оно немножко позеленившее. Мне надо его почистить. Видно, что оно ношеное, что его носили. Носили довольно долго. Имеется такая цепочка. Интересная, симпатичная. И обычный замочек, и вот такой вот набалдашник. Никаких маркировок нет. Но почему-то что-то мне сказала. Мое шестое чувство. Может быть, оно ошиблось в этот раз. Что есть какая-то в этом колье загадка, тайна. В том смысле, что это не современное, во-первых, колье. Я даже вижу это по дизайну. Возможно, это даже 80-е. Ну, может быть, даже 90-е максимум. Вот по дизайну, по вот этой геометрии. Я взрослый, достаточно человек, достаточно взрослая дама. Я помню дизайн и 80-х, и 90-х. Плохо помню 70-х. Я была ребенком тогда, поэтому я не очень помню, что тогда носили. Но по каким-то фильмам, по каким-то видеоклипам и так далее, я представляю, что тогда носили. Может быть, 70-е, 80-е, 90-е. Вот такой. Но не 60-е, конечно. Вот такой вот разброс, мне кажется. И вот такое вот интересное колье. Необычное. Знаете, я люблю необычные вещи. Не столько даже какие-то... Вернее, винтажные я тоже очень люблю. Но я очень люблю необычные вещи, которые, в общем-то, находятся где-то в одном экземпляре. Давайте перейдем... Вот теперь уже винтажный бус. У меня есть две пары бус, которые я купила тоже в секунде. Эти стоили мне 5 долларов всего лишь. Совсем недорого. Так. Снимем этикетку. Пора снимать ее. Две нитки. Вот такие вот пластиковые, я думаю, бусины. Об их винтажности, мне говорит, их застежка. Во-первых, застежка крючок. Вот такая удлинительная цепочка. Здесь такие вот элементы, на которых, собственно, и надеты бусы. Видите, с прозрачными камушками. Вот это их обратная сторона. Смотрите, кстати, какая интересная. Здесь какой-то кружочек, какая-то брошировка. В общем, маркировок никаких, никаких нету. Но, вы знаете, бесподобный цвет. И такое вот это называется мунглоу. То есть лунное свечение, лунный свет. Посмотрите, какие красивые бусины. Бесподобного цвета и такой фактурности. Не знаю, я думаю, что, конечно, оно винтажное. Ожерелье, бусы, ожерелье. И плюс ко всему, оно очень красивое. Просто красивое. Вот просто потому, что вот эти бусины, они необыкновенной красоты. На мой взгляд. Ну, согласитесь, светятся, прям переливаются. Как будто бы это какие-то дорогие камни. На самом деле, конечно, нет пластик, но очень-очень красиво. Следующее украшение, это тоже бусы и тоже винтажные. Здесь мне понравились бусины. Очень интересные, очень красивые. Здесь, безусловно, часть бусин из стекла сделаны. Вот эти, например. Я уверена, что они стеклянные. Вот эти, скорее всего, пластик. Это тоже. А вот эти бусины, безусловно, во-первых, они тяжелые. Что выдает, конечно, их материал. Стоили 8 долларов. Оценили их как винтажные бусы. Никаких маркировок здесь нет. Вот, ну, тоже мне кажется, что это винтаж, застежечка, крючок. Ой, прям выскакивает из пальцев. Крючок, вот такой элемент, на который нанизаны, собственно говоря, нити. Нету никаких маркировок. Ну, знаете, вот на бусах вообще очень редко бывают маркировки. На винтажных бусах я практически не встречала. Хотя вот здесь, на крючке, это можно было сделать. Ну, в общем, короче. Нету маркировок и нету. Ладно. Короче, короче, короче. Давайте их как-то разложим. Они у меня путаются, запутываются. Я не знаю, что-то я не могу никак их привести в какое-то состояние. Ой, наверное, надо мне выключиться. Сделать это за камерой. Ну, вот, вроде бы мы готовы. Нет, не готовы. Ну, в общем, вот такие вот бусы-три нити. Бесподобно красивый синий цвет бусин. Вот бусин. И вот такие вот. Есть бусины просто обычные синие. Есть вот такие вот с эффектом опроробриались. Есть стеклянные. Очень красивые художественное стекло. Вот так вот сделано. Я думаю, что это стекло. Если мы их постучим друг от дружку, то похоже на стекло. А вот пластик, видите, оно звучит немножко по-другому. Ну, в общем, трудно передать. Но вот по ощущениям, плюс ко всему, они довольно тяжелые. Еще я делаю вывод, что какие-то элементы есть стеклянные, а какие-то элементы пластиковые. Очень-очень красивые. Прям такие, знаете, вечернее, вечернее синее небо. Темное, вечернее, южное синее небо. Так, дальше клипсы. Клипсы тоже винтажные. Мне кажется, во-первых, они такие трохи пожилые. Видно. Вот же память, да, человеческое. Слово трохи. Ой, они с маркировкой. Посмотрите, я даже забыла. Сейчас надо рассмотреть. Я их купила и забыла посмотреть маркировку. Человеческая память. Слово трохи, трошечки из моего белорусского детства. Оно меня не отпускает. Так, давайте рассмотрим маркировку внимательно, а потом я продолжу, продолжу показ. Нет, я не буду произносить два слова. С, С и Экс. Или там еще какая-то буква впереди. А, Эссекс. О, я уже хотела было подумать, что это про то самое. Но нет, Эссекс. Вы знаете, надо посмотреть... Вот, что значит не подготовиться к съемке. Я покупала их какое-то время назад. Честно говоря, положила в коробочку, туда, куда я кладу украшения, которые я собираюсь показывать. Какое-то время назад. И забыла про них. На самом деле, сейчас я нашла, вот увидела эту маркировку. Эссекс нашла, что это довольно клипсы. В общем, продаются на Эбэе и на Эти. Я видела, такие приличные деньги. Но не совсем такие, но похожие. Того же бренда. Где-то годов 70-х они, я думаю. Может быть, 60-х. Видите, даже подушечка еще хорошо сохранилась. Их тоже надо немножко почистить. Такие вот интересные геометрические фигуры неправильной формы. Видно, что тоже они возрастные. Немножко у них есть какие-то следы носки. Но, в принципе, не страшно. И, видите, интересная брошировка. Интересный такой металл. Интересные клипсы, учитывая их маркировку. Видите, я должна была бы их в конце показать, наверное. Потому что я обычно под конец приберегаю все ценные экземпляры. А тут я что-то сплоховала. Ну, ладно. Будем считать, что это такой бонус. Бонус показа дорогих маркированных клипсов в середине видео. А не в конце, как я обычно делаю. Следующая у нас странная штука. Наверное, кулон. Вот, понравилась она мне невероятно. 7,699 он стоил. 7 долларов. И не знаю, чем. Но чем-то он меня привлек. Вернее, я знаю, чем. Он бесподобно красивый. Посмотрите, какой он необычный, оригинальный. И интересный. Какие красивые здесь у него вставки. Похоже, что пластик, да? Звучит глухо так, как пластик. Но, тем не менее, очень интересный. Похоже очень на художественное стекло. Очень красивые вставки. Маркировок никаких нет, на мое удивление. Потому что выполнено бесподобно, качественно. Я искала в интернете, искала маркировку, но ничего не нашла. И, видите, вот две дужки, за которые, собственно, надо зацеплять или цепочку, или какой-то шнурок кожаный. В общем, то, на чем будет висеть этот кулон. Он, конечно, большой, очень видный, очень заметный. И такой, знаете, такой весь из себя, я бы сказала. Да, но я люблю большое украшение. Я ношу, и мне они очень нравятся. Я, когда вижу, не прохожу мимо. Смотрите, какая красота какая. Вот, особенно вот эти вот, конечно, вставки. Бесподобные. Показываю на себе, придерживаю рукой, потому что не нашла пока никакой цепочки или шнурка для них. Так, следующая у нас брошь. Сегодня же одна сегодня у нас брошь. Как это ни странно. Обычно у меня много брошечек. Так, стоила она 8 долларов. Это из разряда шотландских или кельтских брошей, которые у меня есть целая коллекция. Пытаюсь расстегнуть. Если вы не первое видео мои смотрите, то вы видели, я показывала, периодически я покупаю. У нас в секондах проплывают вот эти вот кельтские броши. Давайте ее рассмотрим. Это стилизованный такой цветок репейника, потому что, по-моему, это называлось шотландская роза. Если я не путаю, у них как бы знаком их цветком сатландским является репейник. Итак, репейник или чертополох. Если вы когда-нибудь видели, как цветет чертополох, а я видела, то вот у него... Я, может быть, на эту картинку поставлю, то он цветет такими цветами. Вот именно такие бутоны с таким вот цветами вот так вот внутри. Ну, в общем, где-то отдельно, отдаленно напоминает эта форма цветков чертополоха. И вот эта брошь, конечно, относится к кельтским брошям. Есть их много разных вариантов. Они прям были когда-то, действительно, в давние, стародавние времена их использовали для того, чтобы закалывать мужские юбки шотландские или шали, или какие-то накидки, плащи. А сейчас их делают, в принципе, стилизацией под те броши. Вот. Я думаю, что брошечка винтажная, судя по тому, что вот кристалл имеет золотую амальгаму. Вот такая вот застежка обыкновенная. И, ну, видно, что брошечка не современная, не новая. Видно, что тоже пожила. Маркировочек никаких нету, но брошь, безусловно, красивая, необычная. Красивый очень вот этот кристалл. Интересно, это стекло или пластик? Да, похоже, что это стеклышко здесь. Вот эти маленькие, трудно понять, но думаю, что тоже стеклянные. Видите? Ой. Ну, вот такая вот красавица. Ну, еще одни клипсы. Видите, у нас сегодня мало брошей, но много-много ушных украшений. Это тоже вот такие вот клипсы. Стоили, видите, 7 долларов. Мне почему-то кажется, что тоже они винтажные. По тому, как они сделаны, по тому, как они выполнены. Может быть, возможно, что тоже 70-е. Видите, сохранились еще, сохранились еще даже подушечки на них. Маркировок нет. Маркировок, маркировок, маркировок нет. Вот такие вот клипсы. Очень интересные. Посмотрите, какие же они интересные и необычные. Опять же, я люблю большие украшения. Большие украшения на уши. У меня много таких больших серег. Ну, и клипс много. Чем они хороши, что они легкие? Потому что сделаны они из пластиковых бусин разнообразных. Я, конечно, все примеряю. И эти тоже их с удовольствием, с интересом примерю. Видите, вот здесь такой дождь из таких бензиновых бисерин и бусин. Очень интересные изделия, необычные. Такое, знаете, ну, хулиганское немножко, да? Необычные клипсы. Нравятся они мне и цветом своим, и вот таким вот свечением таким легким. Пластиковые, конечно, бусины. Но это и хорошо, поэтому они не очень тяжелые. На ухе их вполне можно носить долго. Ну, и гвоздь нашей сегодняшней программы, сегодняшнего показа. Это вот такие вот клипсы. Сейчас я вам про них все расскажу. Заплатила я за них 8 долларов. Чем же они гвоздь? Сейчас объясню. Значит, это маркированные клипсы. Довольно тяжелые. Весистые, я вам должна сказать. Вот, маркировочка на них, арена. Арена Париж. Значит, я не знаю, никогда не слышала о таком бренде. Ну, я вообще не очень большой специалист винтажей, поэтому я много о чем еще не слышала. Клипсы сделаны очень интересно. Посмотрите, как интересно они сделаны. Здесь некоторые такие синие вставки эмалевые. И вот эти вот какие-то длинные такие палочки. Вокруг идет синяя эмаль по краю клипсы. И вот так вот они выглядят на ухе. Прищемленный палец болит. Я его прищемила. Еще сейчас на него клипсы навесила. Посмотрите, какие интересные и необычные. Я вам покажу их поближе. Чтобы вы смогли налюбоваться и рассмотреть. Они действительно очень необычные. Короче, заплатилась за них 8 долларов. Посмотрела, увидела маркировку. И, честно говоря, не очень поняла, что это такое. Потому что я, опять повторюсь, не очень сведущий человек. Но потом пошла в интернет. И, к своему величайшему удивлению, обнаружила, что клипсы эти довольно дорогие. Продают их, вот именно этого бренда, Арена Париж, продают их от 100 и выше долларов за пару. Ну, я была приятно удивлена. Мне было очень приятно, что я нашла такую, в общем, дорогую вещь. Приравню этот дизайнерским. Надо бы прогуглить, поискать, посмотреть, что за бренд, чем уж он так дизайнерский. Но везде написано, что это винтаж, что это 60-е, 70-е обычно их изделия датируются. И ценится, стоит довольно прилично, вот на разных площадках ресейла. Вот такие вот интересные клипсы. Ну что ж, друзья мои, вот такие у нас сегодня были находки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы останетесь со мной. И подпишитесь, и будете смотреть мои видео, если вы до сих пор еще не подписаны. А на сегодня все. Всем привет из Канады. Все еще теплые летние Канады. У нас все еще стоит прекрасная погода. Осенью и не пахнет. А на сегодня все. И жду вас на своих видео, на своем канале. У меня очень разнообразный контент. Я надеюсь, что вам будет интересно и весело со мной. Всем пока. Bye-bye.